Да, дья хао, братья и сестры! Меня зовут Алишер Геликбаев, и я не буду жизнерадостно вещать о том, как подняться на криптовалютах или провести тендер без агашки. В этом кадре сейчас не появятся вайнеры, которые забабахают вместе со мной смешную, всепродающую рекламу. Всей этой мишуры не будет. Моя задача в ближайшие полгода — рассказывать вам об образовании в Китае. Не то чтобы я проснулся сегодня утром и решил вдруг начать повествование о преимуществах обучения именно в Поднебесной. Просто начал дружить с компанией China Study, а они позиционируют себя как главные специалисты в этом направлении на рынке Центральной Азии и ежегодно отправляют в лучшие университеты Китая больше полутора тысяч студентов. Но сначала давайте поговорим, почему уже не стоит морщить носики, когда речь заходит о Китае. Недавно я прочитал книгу Ли Куан Ю, ныне покойного лидера Сингапура, на которого равняются некоторые наши политики, начиная с самого главного. Фундаментальный труд называется «Мой взгляд на будущее мира». Так вот, в этой книге в 21 веке основная роль отводится к Китаю. Ну и оглянитесь вокруг. Lenovo захватывает рынок компьютеров, покупает сначала IBM, потом Motorola. Huawei выпускает на рынок смартфоны, которые уже ничем не уступают корейским и американским аналогам. Автопроизводитель Джилина, чьими угловатыми автомобилями мы смеялись еще пару-тройку лет назад, покупает Volvo. Я уже не говорю про китайского туриста, который сейчас захватил мир. Ну так вот, когда выбираешь место для обучения своего ребенка, надо смотреть на модные тенденции не сегодняшнего дня. Необходимо предвидеть, будет ли востребована его профессия через 5-10 лет. Реальность такова, что знание китайского при тридоустройстве в будущем будет конкретным таким преимуществом. Не буду вам сразу все рассказывать, иначе будет неинтересно смотреть следующие мои публикации по данной теме. Пока топ-3 причины, почему надо ехать получать высшее образование в Китай, и топ-3 причины, почему для этого дела надо выбирать компанию China Study. Вы ведь так любите всякие рейтинги и списки. Почему Китай? Первое. По данным Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA, Китай занимает лидирующую позицию в мире по качеству образования. Второе. В списке 500 ведущих вузов мира Китай на втором месте по количеству лучших вузов в мире после США. В перспективе ближайших десятилетий есть вероятность, что Соединенные Штаты уступят и в этой гонке. Третье. Уже сейчас в мире наблюдается рост на специалистов со знанием китайского языка на 20-50% ежегодно. Почему China Study? Работает на рынке СНГ уже 8 лет и сотрудничает с 28 лучшими университетами Китая, расположенных в самых крупных и богатых городах. Второе. Выпускников гарантированно обеспечивают работой после окончания вуза. Оплачивается даже стажировка с третьего года обучения в таких компаниях, как Huawei или Alibaba. Третье. Ежемесячная стипендия во время обучения 1500-3600 юаней. И это при бесплатном проживании и обучении. На сегодня все. Пишите в комментариях, что бы вам было интересно узнать об обучении в Китае или компании China Study. Аригато! Хотя кажется, это японский. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!